Христос посреди нас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем рассуждение над книгой пророка Захарии, и мы с вами подошли уже к третьей главе. В этой главе мы будем смотреть четвертое видение, которое было показано Захарии, для того, чтобы он смог передать это видение, передать наставление, которое он получит из этого видения, передать священнослужителю Иисусу, сыну Иоси Декову, первосвященнику. То есть тот, кто конкретно занимался духовным формированием народа израильского, тот, кто отвечал за все процессы, которые проходили в тот момент в израильском государстве, восстановление Иерусалима, их храма, которое только-только-только начало возобновляться. Итак, смотрите, мы суммируем предыдущие две главы. Первые три видения в символических картинах показывают освобождение от внешних проблем, освобождение из рабства, восстановление столицы, нации и храма. И экономическое процветание. Четвертое видение – это освобождение от зла внутреннего, восстановление духовного священодействия и угодного предстояния пред Господом. Итак, Захария, помним, как переводится это имя, Иегова помнит. И Иисус, имя переводится, Иегова спасает. То есть, мы будем говорить не о Иисусе Христе, Сыне Божьем, мы будем говорить о Иисусе, Сыне Иоседековом, первосвященнике. Смотрите, начинается глава с таких слов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея», то есть первосвященника, Иерей – это священник, «стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Смотрите, кажется, народ израильский вернулся в обитованную землю. Народ израильский принял попытки восстановления храма. То есть, установили жертвенник, частично восстановили священодействие, то есть, приносили жертвы вечерний, утренний, то есть, все как полагается. Начали делать попытку восстановления основания храма, как близлежащие государства, соседние, начали препятствовать в строительстве. И сделали все возможное, чтобы это строительство остановилось. И как мы с вами в прошлый раз говорили, что строительство остановилось на 16 лет. То есть, переселенцы занимались строительством своих домов, занимались формированием своих угодий, садили урожаи, то есть, садили маслины, садили виноградные лозы, то есть, заботились устроением и своим пропитанием, формированием, устройством. И получается, на фоне всего этого даже не видно действия лукавого. Смотрите, здесь Захарий показан настоящий противник Израиля. Тот, кто является и сегодня настоящим противником церкви. Сатана. Смотрите, да, то есть, Захарий видит как бы духовную картину. Вот стоит первосвященник Иерей, да, то есть, священнослужитель Иисус, который руководит всем процессом восстановления духовной жизни народа израильского. И Господь показывает, что одеснуя его, по правую руку от него находится сатана, противник или обвинитель, как мы здесь увидим в этой главе. И смотрите, они предстоят пред ангелом Господним. То есть, все наши служения, все наши действия, они приходят или происходят пред лицом Господа Бога Всемогущего, а также пред лицом невидимого духовного мира, который созерцает все, что мы делаем. И когда нам кажется, что мы делаем что-то наедине, и никто этого не видит, мы должны понимать, что духовный мир присутствует. Как добрый, так и злой присутствует рядом с нами и оказывает на нас влияние. И вот смотрите, здесь Захария показывает, что это была просто не инициатива близлежащих государств остановить строительство храма. Это было желание сатаны, которое он воплотил через этих людей, которые начали препятствовать строительству. И Захария хочет показать, что действительно Господь сильнее сатаны, сильнее сил зла. И Господь дает свое благословение на восстановление Иерусалима. И как бы дьявол не пытался противостать этому, все равно будет победа на стороне добра, на стороне Божьей. И смотрите, слово противодействовать переводится как ненавидеть, враждовать и подстерегать. То есть все, чем занимается дьявол, это наблюдает за нами, наблюдает, что мы делаем, и пытается, как говорится, вставить палки нам в колеса в нашем служении. Нарушить наш покой, то есть лишить нас мира, лишить нас правильного состояния. Он пытается обвинять нас пред лицом Божьим в нашей некомпетентности или в нашей неспособности служить Богу, в плане, что мы грешники, мы запятнанные грехом и мы занимаемся духовным служением. Вот смотрите, сказано, что во втором стихе, «И сказал Господь Сатане, Господь дозапретит тебе Сатана, дозапретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он истогнутая из огня». Смотрите, да, то есть дальше Захария слышит уже общение ангела Господня, и мы видим, что здесь второе лицо Троицы, Сын Божий, ходатайствует об Израиле, ходатайствует о народе Божьем пред Отцом Небесным, и он, взывая к Отцу Небесному, говорит, чтобы Господь запретил Сатане, поставил препятствие, то есть не дал возможности Сатане действовать. Получается, запрет это обличать, укорять, грозить, то есть чтобы, получается, поставил преграду действиям Сатаны и не дал возможности Сатане разрушить то, что было начато, восстановление Иерусалима, начиная с его сердца. Сердце Иерусалима это был храм. И смотрите, здесь говорится, что Господь избрал Иерусалим. Мы в прошлый раз читали, что Господь с милосердием обращается теперь к Иерусалиму. Если до этого этот город вызывал в Боге негодование, потому что жители этого города наполнили это место, место, где находился храм и близлежащие территории, написано, что Иерусалим был полностью запятнан кровью невинных людей, которые были убиты по причине невежества и неисполнения заповеди Божьей руководства народа израильского и разложения морального всего народа. Потому что народ клеветал, обманывал, то есть никто не говорил правды, никто не вступался за бедного, за сироту. И поэтому огромное количество людей погибло в Иерусалиме, как в месте, где должен происходить справедливый и честный суд. Они были убиты, казнены, и эта кровь лежала пятнами на всем Иерусалиме. И это вызвало Божье негодование, и Бог уничтожил Иерусалим, и житель его отправил в Вавилонское рабство, в плен, чтобы они там, 70 лет находясь, могли подумать о своем поведении, могли переоценить все те возможности, которыми благословил Господь Израиля, и заново взглянуть на все те дары, которые Господь послал народу израильскому. То есть, чтобы они там, находясь на чужбине, возревновали о земле Израилевой, о своей родине, скажем так, о месте, где Бог дает возможность народу поклоняться самому себе. И это была особая привилегия. И смотрите, здесь Господь Христос до своего воплощения, второе лицо Троицы, Он ходатайствует пред Отцом Небесным и говорит, чтобы Отец Небесный поставил преграды. Запретил Сатане действовать, потому что Господь избрал Иерусалим, и избрал Иерусалим уже в каком состоянии? Не головня ли Он исторнутая из огня? То есть, образно говоря, это показана такая картина, что когда Иерусалим сгорал, был подожжен, то есть, когда он должен был полностью сгореть, Господь взял и одно полено оставил. Все остальное сгорело, все остальное погибло, а одно небольшое колено, то есть, полено, да, обгоревшее, осталось. Это образ того, что Господь спас остаток народа израильского, и он не погиб полностью, то есть, не был истреблен абсолютно. И здесь как раз Христос ходатайствует и говорит, что народ израильский перенес страдания, народ израильский перенес притеснения, народ израильский потерпел за свои грехи, за свои беззакония, И он это понял, он это осознал, он это выплакал уже пред лицом Божьим, раскаиваясь в своих грехах, раскаиваясь в своем нечестии. К примеру, читая книги Неемии, или читая книги Ездры, или читая книги Даниила, можно увидеть, как эти святые мужи Божьи ходатайствуют пред Богом о грехах своих, молят Бога простить народ израильский и вернуть его в землю обетованную, и снова благословить народ израильский. То есть это жило в сердце народа Божьего, и они осознавали, что за грехи народа был покаран народ, да, то есть осужден справедливо пред Богом. И получается, вынеся все эти страдания, вынеся все эти муки, оплакав свои грехи, народ израильский теперь возвращается в обетованную землю. Именно здесь Господь вступается, Господь Иисус Христос вступается и просит Отца Небесного запретить сатане, да, то есть поставить преграды сатане. Так, головня переводится как обгорелое полено. И смотрите, что здесь говорится, что Иерусалим совершил грех, но он был за него наказан и после помилован. Дальше говорится, смотрите, третий стих. Иисус же, первосвященник, одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. Смотрите, еще какую картину видит Захария. Он видит, что тот человек, который отвечает за духовное формирование народа израильского, на самом деле сам, его одежды, они осквернены. И это символ того, что его душа, да, то есть с него не сняты его грехи, с него не сняты его беззакония. Господь его еще не простил, Господь его еще не помиловал. Обратите внимание, слово запятнанные одежды переводится как грязные. То есть он остается виновным пред Богом. И вот смотрите, да, то есть вот сейчас посмотрим на ситуацию. То есть Израиль уже живет в обитованной земле, то есть первая группа, которая 50 тысяч человек, которая вернулась из Вавилона, живет уже приблизительно 19 лет. Около 20 лет они находятся там. Постоянно приносятся жертвы. Утренние, вечерние, новомесячие празднуются. То есть приносится постоянное жертвоприношение о очищении грехов народа Божьего. И смотрите, человек, который отвечает за все духовные процессы в земле Израильской, сам осквернен. На нем лежит вина народа Израильского. С него вина не снята. Он запачкан грехом. Вот часто Библия рисует такую картину, чтобы нам понять, какой вред причиняет грех человеку. То есть это ассоциируется с одеждой, с теми пятнами, которые появляются на одежде. Или вот как часто реклама каких-то порошков показывает. Давайте сделаем так, чтобы ваша одежда не рассказывала, что вы кушаете. Вот тут пятно от кетчупа, тут от жирного майонезика, тут я курочку уронил себе на брюшко. И получается, вся одежда запачкана. Образно говоря, Господь берет эту символику, потому что она нам понятна. Мы часто ставим пятна на своей одежде. И говорит, что точно так же каждый сделанный нами грех, он оставляет пятно на нашей душе. И это должно быть очищено. Это должно быть смыто. У человека своих личных средств очистить себя от греха нет. То есть комнат не поможет, даже если его пить. Это не очистит вас от греха. Нужно, чтобы Господь снял с вас вину ваших грехов. Чтобы Господь простил вас. Чтобы у Бога появилось желание снять с вас нечистоту вашу. И вы смотрите, Захария видит эту ситуацию. Захария понимает, что вроде бы, хотя первосвященник одет очень красиво, презентабельно, внешне выглядит блистающим и сияющим. Уже 20 лет проходят службы, и все вроде бы как по маслу функционирует, духовно кажется. Народ израильский цветет и пахнет. Но на самом деле истинное состояние приоткрывается за веса. И Захария видит, что сам первосвященник и весь народ израильский осквернет. И смотрите, да, то есть он предстоит перед ангелом Господним. То есть он занимается служением. Его задача ходатайствовать перед народом Божиим, просить у Бога милости, просить у Бога прощения за тот народ, которому он служит. Жертвы, которые приносятся в честь Бога Израилева. То есть первосвященник, он как посредник между Богом и человеком. Но смотрите, этот первосвященник сам освернен. Четвертый стих говорит, значит он стоит перед ангелом Господним, этот первосвященник. И ангел говорит, который отвечал и сказал стоявшим пред ним, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И вот Захария видит этот момент, когда Бог принимает решение простить, снять вину с первого священника, как того, кто предстоит за весь народ. То есть это, образно говоря, показывает, что Бог снимает вину с народа израильского, снимает вину его грехов, дарует ему прощение, проявляет в нему свое милосердие. И смотрите, здесь говорится, что Господь обращается непосредственно к этому первосвященнику, как говорит, смотри, я снял с тебя вину. Под словом вина подразумевается преступление и беззаконие. То есть получается, основание прощения это милость Господа, а не заслуги Израиля. Плюс перенесенное суровое наказание, которое Израиль перенес, но оно не дает прощения. То есть все эти обстоятельства, которые навалились на народ израильский, они вызывают в Боге милосердие, снисхождение, сострадание по отношению к народу. И Бог прощает народ по своей милости, по своей любви, по своей благодати. Обратите внимание, что Бог не говорит, что о, ты 20 лет уже служишь мне, постоянно приносишь жертвы, о, ты так много сделал для меня. Все. Теперь ты заслужил спасение. Все. Теперь я снимаю с тебя одежды грязные и даю тебе одежды торжественные. Одежды, как другой перевод, фестивальные одежды или праздничные одежды. То есть одежды, которые такие торжественные, да, то есть чистые, светлые, ясные, прекрасные. И заметьте, Захария передает эти слова, то есть это же видение, которое видит Захария, которое он передаст первосвященнику Иисусу и Осидекову и расскажет, что Бог решил простить. Бог снял с нас вину наших грехов. Теперь мы восстановимся. Теперь у нас есть шанс прожить по-новому. То есть Господь, образно говоря, дал нам новый лист и сказал, теперь проживите по-новому, да, то есть как бы сделайте выводы из прошлых ваших поступков, сделайте выводы из ваших прошлых грехов и не повторяйте своих прежних ошибок. Не повторяйте ошибок, ошибков предков ваших, да, то есть делайте так, как угодно мне, исполняйте мое слово, слушайте пророков, трудитесь для славы моей, заботитесь о том, чтобы народ израильский опять процветал, опять был благословением для окружающих народов. Живите в соответствии с учением, которое вам подарено, с законом Моисеевым. И смотрите, да, то есть здесь Господь показывает, что я снял с тебя вину, тебя облекают в новой одежде. Обратите внимание, что не сам первосвященник облекается в новой одежде. То есть это действие Бога, это Божье милосердие проявлено к нему, это Бог снимает с него вину и Бог облекает его в новой одежде. То есть видите, здесь нет заслуги человека, его личных каких-то усилий, что вот он постарался, вот он вот это сделал, вот он так мало поспал и так сильно потрудился, и Бог это оценил. То есть это милосердие со стороны Бога. И хотя Сатана обвиняет народ израильский, то есть в лице первосвященника, стоит по правую руку, противодействует ему, пытается сказать, вот пожалуйста, он везет в грехах, как он может служить тебе, как ты можешь принимать такое служение от такого сверного и нечистого человека. Но Господь закрывает ему рот, облекает первосвященника в новые чистые светлые одежды. И следующее, что говорится, пятый стих. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. То есть все это было при Ангеле Господнем, пред самим Господом, пред Духовным миром, да, все это происходило. То есть снятие нечистоты и одевание в новые чистые светлые одежды. Кедар – это головной убор, тюрбан, да, то есть такой восточный, скажем так. Но здесь интересный момент, что на этот головной убор у первосвященника навязывалась табличка, золотая табличка. И на этой табличке были вырезаны письмена. Было написано «Святыня Господа». И Писание говорит, что он должен был носить эту табличку, носить это, как бы, как свидетельство того, что все, что делается в скине, даже все ошибки, все несовершенства, которые совершаются в скине, то есть жертвоприношения не были идеальными, абсолютно чистыми, но вот эта табличка свидетельствовала, что Бог принимает эти жертвоприношения. То есть, как бы, было сказано, что ты понесешь недостатки приношений, благодаря вот этой вот табличке. Это важный момент, потому что мы дальше увидим, что таким же образом, какими письменами было написано «Святыня Господню», такими же пересами будут вырезаны на камни, о которых мы будем говорить, на Мессии, будут вырезаны тоже письмена, и благодаря этому снимется беззаконие со всего народа Божьего. Но это бы, как бы, немножко забегая наперед. И вот, смотрите, что же мне хотелось из других текстов Священного Писания подчеркнуть. В книге Исайя, 26 глава, 8 стих, с 8 по 10, мы прочитаем. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя». То есть, народ израильский часто проходил через ситуации, когда Бог обрушивал на них свой справедливый гнев. Потому что народ не слушался Бога, народ, как и мы порой, да, не всегда повинуемся глазу Господа, и Богу приходится нас наказывать. И, смотрите, когда это наказание приходит на нас, наша задача – возложить свое упование на Божье милосердие. Что Бог помилует, Бог простит. Хотя сейчас Бог наказывает, мне нужно пройти через это достойно. Принять это наказание с осознанием того, что, Господи, да, я виноват. Господи, да, я согрешил. Да, Господи, Ты справедливо и правильно наказываешь меня, но я знаю, что Ты сейчас наказав, Ты помилуешь. Ты причиняешь раны, но Ты же и врачуешь их. Смотрите, что дальше говорится. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Когда суды Божьи обрушиваются на нашу жизнь, наша задача – устремить свой взор к Богу, к небу. Устремить свой взор, подумать о Боге, подумать о Его величии, подумать о Его славном имени, подумать о том милосердии, которое Он проявляет нам каждый день, о той доброте, которую незаслуженно Он являет по отношению к каждому из нас. Вот смотрите, то есть, внимание народа израильского, как пророк пишет, да, то есть, как бы мы обращались в Господи к Тебе, мы думали о Тебе, мы рассуждали о Тебе. И далее. «Душою моею я стремился к Тебе ночью, и Духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Вот смотрите, следующий момент. То есть, вместо того, чтобы искать каких-то святых мест, как многие люди привыкли, да, то есть, поехать на одно святое место, на другое святое место, пророк говорит, не надо бегать по каким-то святым местам, нужно искать Бога во внутренности. То есть, Бог, Ты положил свою печать, поставил на Своих детей, мы принадлежим Тебе. Мне нужно осознать, что Я, как Детё Твое, как тот, кто принадлежит Тебе, как тот, кто является частью Твоего Царства Небесного, как тот, которого Ты принял в Своё Царство и вложил в Меня Свой Дух, я должен найти, раскрыть этот потенциал, да, который Ты сокрыл во Мне. То есть, те дары и те благословения, которые приготовил Ты для Меня, чтобы я вот в этих скорбных, сложных обстоятельствах нашёл в Тебе источник силы, нашёл в Тебе свою надежду. «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Ещё один момент. «Когда суды Божьи обрушиваются на землю, тогда сыны человеческие научаются правде». Вот смотрите, тоже важный момент. Мы живём в то время, когда много судов Божьих обрушивается на землю. Включите телевизор и посмотрите, что происходит на земле, какие ужасы творятся. И это причиной многих вот этих катаклизмов – это грех сынов человеческих. Грех людей, которые живут на этой земле. Они совершают грех, и Божье наказание справедливое приходит в их жизнь. И смотрите, когда это наказание приходит, тогда человек может научиться правде. Не факт, что каждый скорбящий научится правде, но эта обстановка, эти обстоятельства, они дают возможность человеку понять, что я виновен пред Богом, и мне надо попросить у моего Бога прощения. Итак, мы дальше размышляем над книгой Исаии, 26, 8, 9, 10 стих. Смотрите, да, то есть, когда суды Божьи совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. То есть, в мирной обстановке не все живущие на земле научаются правде. То есть, это не значит, что когда всё хорошо, когда всё классно, как вот мы часто молимся, «Боже, дай нам жизнь тихую и безмятежную». То есть, да, то есть, вот такой кусочек фразы мы вырвали из текста Священного Писания, чтобы мы молились о правителях, чтобы нам жить тихо, мирно и безмятежно. Но мы не дочитываем следующую половину этого стиха. «Во всяком благочестии и чистоте». То есть, для того, чтобы жить тихо, мирно, безмятежно, надо жить в благочестии и чистоте. А если благочестия нет, если чистоты нет, тогда что происходит? Тогда, получается, приходит Божье справедливое наказание. И вот как раз в такой атмосфере, в состоянии такого гнёта, в состоянии такого мятежа, когда ты понимаешь, что за твои грехи, по всей видимости, пришло наказание, и тебе надо сделать переоценку своей жизни. Тебе надо просеять всё то доброе, что было совершено, и найти то злое и плохое, что было сделано тобой. И признать это пред Богом, попросить у Бога милости, попросить у Бога прощения. И тогда Господь дарует прощение, тогда Господь дарует очищение, тогда человек действительно научается правде. И вот смотрите, как дальше пророк рассуждает. Некоторые люди говорят, вот почему Бог просто в конце времён, то есть просто воскресит всех, и всех простит, и всех в рай. Почему бы так не сделать? Он же Бог милосердный, добрый, он же, ну Бог есть любовь, ну любовь. Ну вот, пожалуйста, прости Господи, пожалуйста, всех. Но смотрите, как пророк рассуждает дальше. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет зирать на величие Господа. То есть величие того, кто оказал ему милость. Смотрите, нечестивый человек, если будет просто помилован, так, по доброте Божьей. Да, то есть ладно, я тебя прощаю. Тогда смотрите, какой вывод делает пророк. Что этот человек правде не научится. А мы прочитали. Человек учится правде, когда скорби обрушивается на его голову. То есть в такой обстановке он может действительно увидеть свою неправоту, свое нечестие, свой грех. Признать свою вину может. То есть если он будет просто помилован, без причины, тогда он будет продолжать злодействовать уже в земле правых. То есть вот тут как, если воскресить всех и дать всем возможность просто войти в Царство Божье, то эти люди будут продолжать делать зло, продолжать делать грех. К примеру, чего добивается Бог от нас на протяжении нашей земной жизни? Чтобы мы четко увидели те последствия, которые производят грех в жизни человека и могли это отвернуть. И избрали благую часть. Чтобы мы сделали собственный добровольный выбор в сторону добра, в сторону блага, в сторону света. И отказались от тьмы. То есть презрели тьму. То есть отвергли тьму. Вот то, что мы должны сделать. И здесь как раз этот пророк и говорит, что получается человек, в сознании которого это осознание не произошло, он даже не оценит милость, которая проявлена ему по отношению к нему от Господа. И написано, будет продолжать злодействовать только уже в земле правых. Вот по этой причине Бог допускает страдания и скорби, чтобы научив нас здесь, на этой земле, проведя нас через скорбные обстоятельства жизни, как вот ситуация, которую мы читаем, Израиль только восстанавливается после сурового Божьего наказания, после 70-летнего плена. Народ израильский пытается опять по крупицам собрать всю свою духовность, восстановить духовное поклонение Израиля, впоследствии экономическое процветание Израиля, как нации. То есть собирается это все сделать. Но они перенесли справедливое и суровое наказание. Они, находясь в плену, переоценили все, что было сделано. Увидели всю ту милость, которую проявлял Господь. Изучая тексты Священного Писания, они осознали, насколько они виновны пред Богом, и попросили у Бога прощения. И Бог дарует им восстановление. Бог дарует им очищение. Еще мне один текст из Священного Писания, только это уже из Нового Завета, хотелось бы вам предложить из книги Иуды. Там всего лишь одна глава. Мы будем читать 20-го стиха тоже. Посмотрите. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вы смотрите, пророк Иуда, да, то есть рассуждает над лжеучителями, которые появились в церкви. Люди, которые ведут аморальный и порочный образ жизни. Люди, которые практикуют нечестие, считая, что Бог милосерд и простит все грехи безосновательно. То есть даже не надо каяться. Бог настолько милосерд, настолько добр, что просто он просит даже любого, кто даже об этом не просит. Вот так вот они рассуждали. Иуда говорит, нет, Бог справедливо наказывает нечестивцев и сурово наказывает нечестивцев, и нам это показал в пример. Поэтому мы должны хранить себя от нечестия, хранить себя от всякого зла. К нам проявлена милость Божия и Божья любовь. Писание называет нас возлюбленными. И далее говорится, что мы должны назидать себя, то есть строить себя на святейшей вере. То есть наша задача хранить веру, которая передана нам апостолами. То есть записанное в Священном Писании, Слово Божие. Это основание для нашей духовной жизни. А также написано, молясь Духом Святым. Молясь по побуждению от Духа Святого. То есть задача верующего человека, как бы стяжать Духа Святого в своей жизни. То есть просить Бога, чтобы Бог исполнял нас Духом Святым. Просить Бога, чтобы Бог даровал нам познание Его Слова. Чтобы Бог укреплял нас в веру. Чтобы Бог давал нам силу происходить через жизненные обстоятельства. Чтобы наши молитвы не были пропитаны или продиктованы, образно говоря, Духом Святым, который живет в нашем сердце. И далее мы должны сохранять себя в любви Божьей. Мы должны хранить себя в той любви, которую Христос проявил каждому из нас. Мы должны осознавать, насколько порочен грех. Потому что Христос понес справедливое наказание от Отца Небесного за то, что взял грехи всего человечества на себя. То есть грех был сурово покаран, когда Христос возложил это бремя на свои плечи. Он был изранен, избит, и мы должны понимать, какой вред наносит грех. Но мы в этой казни можем видеть милосердие и любовь Христа по отношению к нам. Что Он взял с нас вину нашу на себя, а нам даруют одежды праведные, одежды чистые. Как вот книга Захария, о которой мы рассуждаем. То есть Бог дарует нам одежды торжественные, праздничные. И смотрите, мы должны ожидать милость от Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание. То есть у нас есть вера, мы строим, мы имеем познание от Духа Святого. Он открывает нам Священное Писание. Мы все глубже проникаемся в пагубность греха и видим, насколько милосерден нам Иисус Христос. Насколько сильно проявлена к нам любовь от Бога. Но мы должны ожидать милости от Господа. Заметьте, Господь дарует нам милость. То есть это не наши заслуги, не наши усилия. Мы должны ожидать милости от Господа. Потому что человек заслужить спасение своими силами не может. Вот суть Евангелия. Он может просто протянуть руки и сказать, Господи, я принимаю тот дар, который Ты совершил для меня. Я понимаю, что я виновен, понимаю, что я грешен. Но Ты прости меня, Ты помилуй меня. Ты очисти меня. И смотрите, дальше какие выводы делает Иуда. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличайся же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. То есть посмотрите, как дальше Иуда рассуждает. То есть у нас должна быть потом... Мы укрепили себя и в вере, и в уповании. У нас пребывает Дух Святой. Мы молимся, ходатайствуем об этом мире, о людях, которые не видят истины, о людях, которые находятся в заблуждении. Мы просим Бога, чтобы Бог их помиловал, чтобы Бог их простил. Мы сами себя сохраняем в любви Божией, потому что мы развиваем любовь Божия. Мы все глубже и глубже познаем, что Христос совершил по отношению к нам, как Бог проявляет нам любовь. Мы ожидаем милости от нашего Господа, мы ждем вечную жизнь, мы понимаем, что жизнь на земле – это только начало наших взаимоотношений с Богом. Если мы праведно и справедливо живем в этом мире, если мы живем в соответствии с учением нашего Господа, хотим, стремимся жить так, как заповедует нам наш Господь Иисус Христос, просим у Бога силы и помощи от Духа Святого, чтобы Он дал нам все необходимое для того, чтобы мы жили свято и непорочно в этом мире, тогда Господь проявит нам милость и благословит нас. И смотрите, и теперь наша задача людей, которые получили милость от Господа, проявлять милость к тем, которые заблуждаются. И нам надо понимать, надо отличать людей, которые, совершив грех, раскаиваются в грехе, и нам надо к этим людям проявить милость, потому что человек понимает, насколько пагубен грех, человек осознает, насколько вредоносен грех, человек понимает, что он впал в согрешение, и нам надо с любовью принять его и сказать, у Христа достаточно милости, у Христа достаточно благодати, чтобы простить тебя, чтобы снять с тебя вину, как мы сегодня видели с этого священника Иосидекова. То есть Бог милосерд, Бог прощает, Бог снимает вину, преступления и грех. Он это делает. А к другим написано, есть другая категория людей, людей, которые не раскаиваются в грехах, людей, которые грех делают, и для них это естественно как дышать, пьют грех как воду, скажем так. То есть таких людей надо страхом спасать. Заметьте, две тактики поведения. У нас часто люди избирают всех спасать страхом. Я всех запугаю, я всех адом буду рассказывать, как Бог будет мучить всех этих грешников. То есть у людей просто складывается ложное и неправильное представление. Человеку сейчас надо пройти милость и любовь и сострадание, сказать, что Бог тебя примет. Хотя ты впал в согрешение, Бог тебя поднимет. У Бога достаточно милосердия, чтобы очистить. Бог тебе даст новый шанс. Праведник семь раз упадет и семь раз поднимется. То есть Господь проявит тебе милосердие. Господь милосерд, Господь сострадательный, Господь прощает. А к другим людям, которые, я же говорю, не видят пабубности греха, которые живут во грехе, наслаждаются, пропагандируют грех другим людям и делают это в церкви, таких людей надо страхом спасать. То есть видите, как бы два разных подхода. И написано, мы должны обличать со страхом, даже гнушаясь одеждой, которая осквернена плотью. То есть вот мы говорили, что Иисус, сын Иосидеков, да, этот первосвященник, он был одет в запятнанные одежды, одежды, на которых были пятна греха. И заметьте, когда мы работаем с такими людьми или общаемся с такими людьми, или свидетельствуем таким людям, наша задача быть осторожными, чтобы не оскверниться. Потому что грех настолько пагубен, да, что получается грех, который совершает этот человек, он даже оскверняет ту одежду, в которой обличен этот человек. И мы должны вот так вот, знаете, то есть остерегаться, быть очень осторожными, быть очень внимательными, чтобы даже оскверненная одежда, как вот один комментатор пишет, она источает дыхание смерти. То есть настолько пагубен, да, этот грех, что мы должны понимать это, что работая с такими людьми, чтобы каждый из нас также наблюдал за собой, чтобы не впасть ни в какое согрешение, чтобы не поддаться искушению, чтобы хранить себя в чистоте и святости пред Господом. И вот мы снова возвращаемся в книгу Захарии, третья глава, и будем читать с шестого стиха. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, сыну Иосидекову, первосвященнику, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь стоять на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Вот смотрите следующее, которое как бы как наставление или мотивация, которую дает Господь через Захарию к этому первосвященнику. Он говорит, если ты будешь ходить моими путями, то есть твоя задача как служителя, да, то есть видимого служителя, как первосвященника, того, который стоит во главе всего этого духовного процесса, твоя задача первому исполнять все-все-все заповеди мои, ходить моими путями, говорит Господь, не своими, не путями народа сего, не путями чужих народов, во всяком их идолопоклонствии, во всяком нечестии. Господь говорит, нет, ты должен жить в соответствии с моим наставлением, ты должен жить в соответствии с моим учением и быть примером для тех, кто следует за тобой, быть примером для тех, которым ты служишь. Ты человек, который сейчас получил Божье милосердие. Проблема была в том, что многие люди часто думали о себе слишком высоко. И возможно, как раз этот первосвященник тоже думал о себе как о идеальном человеке. О человеке, который в точности исполняет волю Господню и не нуждается ни в каком очищении. Даже не нуждается в том, чтобы приносить жертвоприношение за свои грехи. Но здесь Захария показывает его истинное состояние. Он покрыт грехами, на нем лежит вина. Он не очищен, он не омыт. И только благодаря Божьей милости он получает прощение. Помните, как в Новом Завете написано, что помилование зависит не от подвязающего или желающего, но от Бога милующего. То есть Бог принимает решение простить или не простить. И тут не важны твои заслуги и не важно, сколько ты активно об этом просишь. То есть Бог принимает решение, явить милость или не явить ее. И ты как человек, который на своем личном опыте пережил милость Господню. Как тот, с которого снята вина и тот, который облечен в одежде праведной. Тот, на голову которого возложен чистый тюрбан или чистый кидар. Тот, на голову которого помещена табличка «Святыня Господня». Это знак того, что все, что делается в духовном приношении, да, то есть во всех этих жертвоприношениях, которые происходили в Израиле, даже несовершенные жертвоприношения принимаются благодаря тому, что это святыня Господу. Это посвящено Господу. И принимается только на основании этого. Говорит, если ты будешь ходить моими ногтями, если ты будешь на страже моей, то есть будешь наблюдать за происходящими процессами. Потому что в тот момент священники руководили процессом восстановления храма. То есть они наблюдали за строителями, они распоряжались работами, распоряжались средствами, и они должны были это делать честно, то есть с чистым сердцем, без всякой корости, без всякой выгоды, без всякой хитрости и лукавства. Господь говорит, если ты будешь делать все правильно, все так, как мне нравится, будешь ходить передо мной, осознавая, что я являюсь Богом милостивым, Богом прощающим, и также, получив милосердие сам, будешь проявлять милосердие к другим людям, которые будут приходить к тебе для того, чтобы принести какой-то дар в честь Господа, ты не должен пренебрегать желающими принести жертвоприношение. Ты должен, наоборот, помогать этим людям, мотивировать их и наставлять их. Как мы говорили в том, что если человек осознает свои грехи, сокрушается о своем грехе, ты должен проявить к нему милосердие, сказать, Господь милостив, Господь простит, Господь очистит. Будь уверен, что у Бога достаточно милосердия и достаточно прощения. Но как мы в книге Иуды читали, что человек, который не видит своих грехов или, наоборот, игнорирует все свои грехи, считая, что Бог должен и так простить, потому что Христос же умер, что ему сложно это самое, снять с меня грехи. То есть таким людям надо со страхом подходить, их надо обличать строго, им надо открывать глаза, чтобы они увидели свое пагубное состояние, чтобы они увидели тот вред, который грех наносит их бессмертной душе, и помочь этому человеку точно так же войти в число народа Божьего. То Господь обещает, что ты будешь наблюдать за домом моим, будешь наблюдать за дворами моими, а самое главное, что в вечности ты будешь ходить между семи стоящими. Мы видим, кто стоящий. Это духовный мир, ангелы, ангел Господень, сам Господь, и ангелы, которые занимались снятием одежды этой нечистой, и облачением в новые торжественные одежды. Господь дает как бы обетование, что если ты будешь жить на земле и служить мне здесь, на этой земле, верно и правильно, то в Царстве Небесном твое служение продолжится. То есть ты продолжишь свое служение мне, ты будешь угодным служителем моим. И многие притчи, которые рассказывал Иисус Христос, они как раз и мотивируют нас, чтобы мы служили здесь, Христу, ради Него, для славы Его на этой земле, и в вечности наше служение продолжится. Он говорит, войди в радость Господина твоего, хорошо, добрый и верный раб. То есть ты был добр, ты был верен, ты все хорошо делал, так как угодно мне, ты осознавал, что ты предстанешь предо мною, и я буду делать оценку всему, что ты совершил, поэтому ты трудился для моей славы, и я благословляю тебя тем, чтобы ты будешь еще больше служить мне в моем славном царстве. Вот смотрите, следующее, то есть в следующий момент, который тоже есть в этой главе. И вот тут появляется такой странный титул Мессии. Отрасль – это титул Мессии. То есть он называется сначала рабом, потом называется отраслью. Что значат эти слова? Под рабом мы понимаем, что получается Мессия – раб Господень. Это тот, кто пришел, чтобы исполнить волю Небесного Отца. Тот, который пришел для того, чтобы понести наказание человечеству на себе, заплатить за все грехи человечества, чтобы человек опять мог вернуться в присутствие Бога. Как раб Господень он исполнит такую функцию. Но как отрасль или росток, отросток. Мессия – отрасль – это тот, кто восстановит царский трон царя Давида. То есть вот этот отросточек, да? Вот смотрите, как Исаия говорит об этом ростке. Исаия 11, глава 1, 2 стих. «И произойдет отрасль от корня Иесеева». То есть произойдет росток из срубленного корня. То есть срубленного дерева остался только корень. Из этого корня произрастет ветвь, да? Или росточек. «И ветвь произрастет из этого корня. И почиет на нем дух Господень». То есть сойдет на него дух Господень. «Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия. Он, Мессия, будет судить бедных по правде и дела страдальцев с земли решать по истине. Он жезлом у своих поразит землю и духом у своих убьет нечестиво». Здесь предсказывается в пророках, что царский трон Давида, то есть из корня Иесеева, как мы прочитали, Иесей – это отец царя Давида. А царь Давид – это был самый великий царь в Израиле. Царь Давид – это был самый-самый-самый славный царь Израиля. То есть Соломон, конечно, превзошел его богатством и могуществом, да? То есть распространил свои пределы на достаточно большие территории. Но Давид – это самый славный царь Израиля. Царь, который воевал за имя Божие с окружающими народами. И не изложил все окружающие народы. И этому царю было дано обетование, что когда-то твой потомок будет сидеть на престоле твоем вовеки, вовеки веков. То есть постоянно. То есть это будет вечный царь Израиля. И мы понимаем, что этим царем является Мессия. И здесь как раз говорится, что на Мессию сойдет Дух Господень, то есть Он будет владычествовать через Мессию. Написано, это будет Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. То есть Дух Святой проявит через Мессию свои качества, свою силу и свою власть. И когда мы говорим об Иисусе Христе, помните, когда Ян Креститель увидел Его, Иисуса, который пришел креститься, ему было предсказано, что на ком увидишь Духа, сходящего как голубя, и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. То есть Иисус Христос, как раз через Него мы получаем благодать Духа Святого. Через Иисуса Христа. Дух Святой поселяется в нашем сердце, Дух Святой приносит нам все эти дары, все эти благословения, эти семь даров, которые приносит Дух Святой. И премудрость, и разум, и совет, и крепость, и ведение, и благочестие, это все результаты действия Духа Святого. Это не наши усилия, это тот подарок, который даровал Господь своим детям. И сказано, что Он будет судить бедных, по правде, дела страдать, со земли решать поистине. Он Духом у своих поразит землю, и Духом у своих убьет нечестивого. То есть здесь предсказывается, что Он будет судить, судить нечестивых, что Он их приговорит к смерти, за их нечесть, за их грехи, они будут справедливо осуждены. И это будет делать как раз Мессия. И вот другой текст, который говорит точно так же об этой отрасли. Это книга Иеремии, 23 глава, 5 и 6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Следующий текст, который точно надо же предсказывать, что из племени, из царского рода Давида, из его потомков появится царь праведный. То есть много царей было у Давида, но не все не были праведными. А этот будет особенным. То есть он будет абсолютно праведным, и он воцарится. Он будет поступать мудро, как мы прочитали. Будет творить суд и правду на земле. То есть честно и справедливо будет судить все дела. То есть не будет брать взяток. Будет по закону Божьему, по слову Божьему восстанавливать справедливость. Сказано, что в одни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и ему дадут имя. Необычное имя. Господь оправдание наше. То есть действительно, Мессия это тот, кто приносит нам оправдание от Господа. То есть Мессия и Иисус Христос, как мы знаем, что Он понес грехи наши на себе. На Него были возложены все наши беззакония. Он страдал и мучил, Он был за нас. Наказание мира нашего было на Нем, говорит Священное Писание. Ранами Его мы исцелились. Тоже важный момент. Те раны, которые были нанесены Иисусу Христу, в них наше спасение, в них наше оправдание. Поэтому здесь уже наперед предсказывает, предсказывает Захария, что предсказывает священникам, которые слушают все это, что Господь собирается восстановить царский трон царя Давида. И священникам нужно быть очень внимательными. Мы понимаем, что священники не справились с этой задачей. Когда пришел Иисус, Мессия, они отвергли Его. Они пренебрегли им, потому что избрали для себя выгоду, которую они получали от торговли, от многих вещей, от сотрудничества с Римом. Поэтому они отказались отдать Мессии заслуженный Его трон, принадлежащий Ему трон. И они сделали всю возможность, чтобы от Него избавиться. Смотрите, еще одно интересное пророчество. В 9 стихе. Ибо вот камень, который я полагаю пред Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. И вот следующий образ, которым охарактеризован точно так же, тоже Мессия. То есть под камнем подразумевается Мессия. Краеугольный камень. Камень, который ляжет в основании храма Господня. У этого камня есть уникальность. Написано на этом камне семь очей. Если вы прочитаете 4 главу, 10 стих, то под семью очами подразумевается всеведение Духа Господнего. То есть Господь видит абсолютно все, что происходит на земле. Господь видит все, что происходит. И получается, как мы говорили перед этим, что тот, на кого сходит Дух Святой и пребывает в виде голубя, тот и есть крестящий Духом Святым. А здесь мы видим, что на этом камне эти семь очей. То есть это образ того, что Мессия обладает полнотою Духа Святого. Мессия это тот, который дарует Духа Святого своим последователям. Мессия это тот, кто создаст храм, новый храм. И как Христос сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть это новое Божье установление. И на Иисусе Христе мы строим свое основание веры. То есть мы возлагаем на Него упование, потому что Он и есть. Его имя Господь оправдание наше. Иисус Христос даровал нам оправдание пред Богом. И смотрите, интересный момент, что на этом камне Господь говорит, я вырежу начертание. Помните, я упоминал, что на Кидаре, на этой табличке, которая крепилась к головному убору первого священника, было вырезано резцом, по золотой табличке было написано «Святыня Господу». И получается, эта надпись, это, короче, начертание, оно давало возможность всем приношениям, которые приносятся в храме, получить законный статус, посвященных Господу, угодных Господу, для благоволения моего к этим всем жертвоприношениям. И здесь, смотрите, здесь сказано, что на этом камне точно так же резцом будут вырезаны письмена Его. То, о чем я говорил, что ранами Его мы исцелились. Здесь символически говорится о том, что Мессия будет страдать, что на Его теле будут вырезаны раны, которые станут спасительными. И благодаря этому сказано, что «изглажу грех земли в один день». То есть достаточно будет одного этого жертвоприношения, достаточно будет одной этой надписи, которая будет написана на теле Иисуса Христа, как символ этих страданий, которые Он перенесет за нас, и грех будет снят со всего человечества. Не только с израильского народа, но со всего человечества. И смотрите, чем заканчивается эта глава. «В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». И следующий стих говорит, что после того, как грех будет снят, тогда Израиль будет экономически процветать. Сказано, что будете приглашать под виноград и под смоковницу. Это говорит о том, что будет мир, будет безопасность и будет настоящее процветание у народа израильского. Но смотрите, все это произойдет только благодаря милосердию Божьей, благодаря Мессии, который придет. Этот потомок царя Давида, который действительно станет, установит свое царство, вечное царство. Мы знаем, что это произойдет еще. Для народа израильского, с народа израильского еще грех не снят. Мы знаем, что они до сих пор еще ждут своего Мессию и настанет момент, когда истинный Мессия явится. Иисус Христос в сопровождении ангелов небесных вернется на эту землю. И мы об этом точно так же прочитаем в книге Захарии. То есть настанет славный момент, когда Господь снимет грех с народа израильского и сделает это через своего Сына Иисуса Христа. Через Мессию, о котором здесь говорится как о камне, который отвергли строителям, который сделался главой угла. То есть основанием для этого духовного строения. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали, понимали, что у нас есть противник, это дьявол. Понимали, что мы не всегда повинуемся Господу. У нас достаточно грехов, о которых мы должны молить у Бога прощения и милости. В этой главе нам показано, что Бог может даровать нам прощение через своего Сына Иисуса Христа. Через Мессию. Он может снять с нас грех и одеть нас в одежды праведной. У Бога достаточно инструментов, чтобы сделать это. И Бог может сделать так, что наше служение даже несовершенное. Не до конца сделанное на 100% с посвящением нашему Господу Иисусу Христу. Господь принимает и такие жертвы ради Сына Своего Иисуса Христа. Христос дополняет те несовершенства и делает наше служение и наше хождение пред Богом угодными Ему. Мы упываем на милость Господа, как мы прочитали в книге Иуды, ожидая милости от Господа Иисуса Христа к вечной жизни. Поэтому пусть Бог укрепит нас и поможет нам в нашем служении, чтобы мы прославляли Его святое имя. Аминь.